Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня на Android вышла кейс Аниматроникс. Я на самом деле впервые, точнее даже не впервые, блин, я вру. Второй раз я играю в каких-то аниматроников, я получается играл во ФНАФ 4, это капец какая старая версия. И я с этим вообще всем не знаком, ничего не помню, как тут, чё вообще. Знаю то, что эта игрушка была на компьютере, потому что я отзывы читал у этой игры. И очень круто её адаптировали под мобильное устройство. Мы сегодня попробуем в это сыграть, очень страшно, говорят. Я реально боюсь играть, у меня сейчас, ну, поздно, так скажем, то есть, ну, 22 время, как бы, и мне потом идти спать, я не знаю, нормально будет. Но в игре написано, когда ты тут начинаешь, то, что не забудьте надеть наушники, людям со слабыми нервами и беременным не рекомендуется играть в данную игру. И после этого сообщения я немножко прифигел, и мне стало страшновастенько. Ладно, давайте смотреть, друзья. Видимо, этот хоррор будет одним из самых страшных на моём канале. Угу, и что? Опа, нифига. Круто. Ё-моё. Где фонарь? Ох ты, блин, сейчас, подождите-ка, ребят, быстренько надо управление настроить. Так, так. Ага, пробуем. Так, ну вот фонарь, берём. Фонарик взяли. Фонарик есть, мне нужно его активировать. Давай, сейчас мы всё это сделаем, надо поднастроить тоже. Так. Ах, ну да, ещё и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи придачу. О, блин, чувак у нас тут немножко подшучивает. Что же всё это стоит? Не знаю. Ага, что включить планшет? Давайте нажмём. Так, ясно, понятно. Ага. Ну что, удобная штука. Лет через десять такие везде поставят. Но вот человека она всё равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Так, подождите. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Ё-моё. Вот это тема. Давай вырубим. Зарядка сядет. Я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Ё-моё. Чёрт возьми. Это ещё что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моём кабинете. Ё-моё. Уже становится немножко страшно. Так, подождите. Так, управление значит здесь ровно под этой штуковинкой. Надеюсь, меня сейчас никто не напугает, потому что мне уже капец как страшно. Так. Сейчас немножко вот сюда. Пробуем. Ага, идеально. И что, мне сейчас выходить надо будет? Подожди. Мы проверим-ка. Нет сигнала? Ё-моё. Ох, я сейчас буду сикаться. Так, он тут бегать умеет? Давай-ка мы поставим. На кнопку всё это. Ё-моё. Блин, мне реально страшно. Тут очень темно. Ой-ой-ой. Блин, страхово. Я ещё не... Никого не вижу. Интересно, где эта диспетчерская-то вообще? Да не моргай, блин. Ребята, это очень страшный хоррор. Ой-ой. Кажется, я переборщил, начав играть ночью в это. Да хватит. Не моргай, пожалуйста. Блинский. Опа. Закроемся нафиг. Это диспетчерская, надеюсь? Если нет, то это печально. Походу, это не диспетчерская, нифига. Чёрт. Мы пришли, видимо, немножко не туда, да? А мне... Так, подожди. Здесь, значит, нет сигнала, да, у нас? Вообще нет сигнала. Подожди, нет, мы в диспетчерской же. А, нет, блин, мне до неё ещё тащиться и тащиться. Так. Офигеть. Ой-ой-ой. Всё окей. Подожди. Тут хотя бы есть какая-то карта, да? Значит, если мы спавнимся вот здесь, значит, мы сейчас вот тут. И до диспетчерской мне тащиться дофига, дофига. Офигеть просто. Просто офигеть, народ. Зарядки нет, я понял. Тихо. По-моему, я кого-то слышал. Прячь ерунду-то свою. Я не знаю, ты как... Ты так и будешь с ним ходить? А, да ты вроде так и с ним ходишь. Блинский. Да, блин. Это реально очень страшно. Я же ещё понятия не имею, как эти чуваки все выглядят. То есть я реально, ребят, не знаю этих аниматроников. Вообще ничего в них не понимаю. Так. Ой, блин. О, тут есть лифт. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Я чуть не могу двигаться. А, он тут двигал. Ой, блин. Это шкаф, да? А, я в него заглянул. Всё больше и больше моргает. Точнее, всё чаще и чаще. Давай, откроем. Откроем. Так. А что тут взять-то можно? Я не понимаю, что он делает на самом деле. Не, я реально не догоняю. Ладно, фиг с этим. Ой-ой-ой. И вообще, как мне узнавать, кто рядом? Кто, блин, здесь вообще? Дверь закрыта. Окей. Буду знать. Окей-окей. Хух, ребятки, блинский. Да. О, здорово. Здоровенько. Короче, прикол в том, что я раньше... Ой-ой. Теперь света вообще нет. Ну, всё, сейчас что-то на меня прыгнет. Я обкакаюсь. Ну, всё. Вот, настал хэппи-энд. Опа. Подожди, светится. Да, блин, что-то так часто моргать-то стал. Ё-моё. Я, наверное, много раз за эту серию скажу, ё-моё. Но это только потому, что я сакунишка. Вы не думайте, что я медленно так хожу. Просто я боюсь, блин. Ладно, давайте немножко побегаем. Так. Ага. Нам надо вот туда куда-то перейти. Закрыто. Ладно, проблем ноль. Ага, свет у нас вряд ли врубится. Там что-то светится. Это нормально? Я не знаю. Тихо. Ой-ёй. Ё-моё. О, фак. Что делать-то мне? Ну, пожалуй, туда идти не надо. Комната допроса. Раздевалка. Блин, мне, походу, туда и надо идти. Так, диспетчерская. Ты где? Зал совещания. Раздевалка ещё одна. Опа. А чё он мёртвый? Здорово. Он чё-то светит глазами. Чё с ним делать-то надо? 5185. Ага. Ну, я нашёл какого-то чувачка. 5185. Интересно. И чё мне с ним делать? Кто это вообще? Планшет он убрать не может этот дурацкий? Не, он его, видимо, убрать вообще не может. Ну, ладно. Один у нас мёртвый. Так. Здесь карточка тоже нужна. Дверь закрыта в развалку. А здесь? Тоже. Тоже. Тихо-тихо. Не-не-не, он лежит. В этом плане всё окей. Он лежит, с ним всё нормально. Он как бы не двигается. А, вот здесь же другую сторону можно. Уборная. Закрыто. 106 закрыто. Ещё одна уборная закрыта. Ладно. Забавненько. Очень интересно. И куда же мне тогда идти вообще? Раз тут всё везде закрыто. Ну да, вот это я, Джон Бишоп. Это я как раз-таки. Так, ладно. Пока что никаких скримеров вроде нет. Но мне, блин, реально страшно. Просто от того, какие отзывы у этой игры. Понимаете? Так, здесь же я был. Да-да-да. Просто вот реально только от этого мне страшно. Вот что он тут делать, я не понимаю. Он как бы открывает это и закрывает. А потом двигаться не хочет. Я не особо понимаю, в чём прикол. Нет. Но это очень странно. Так, ладно. Короче, давай сюда. Дверь закрыта, блин. Всё везде закрыто. Чё ж мне делать-то? А, вот. И чё это? А-а-а, я прячусь так. Я так прячусь. Вот в чём тема. Лол, понятно. Всё, блин. Ладно, разбираемся понемножку уже вроде. Это мне нравится. Так. Ну, хоть чё-то я понимаю. Просто в этой темноте ничего не понятно. Ну, вот какого-то аниматроника мы уже найти-то смогли. Так. Алан Гейт. У тебя чё-нибудь тут есть? Не знаю, вот. Вроде взять ничего нельзя тоже. Тут, может быть, нет. Как ящик, как в Грейне, блин. И чёрт его знает, чё сделать. Отмычку надо, может, найти какую-нибудь. Если интересно, я все столы посмотрю. Может быть, я что-нибудь интересное смогу найти? А. А, подожди. Это я снова спрятался, да? Ну, это не тема. Надо нам чё-то другое придумать. Ох, блин. Как же всё-таки страшно играть в эту игру. Просто, знаете, не пойми, из-за чего страшно-то играть ещё. А, так. Ну, вот тот волк-аниматроник, он чё лежал-то? Я вот не знаю. Может, это не волк вообще? Ну, на волка вроде похож. Ладно. Я думаю, мне надо вернуться к нему. Что-то связанное тут с ним должно быть. Здорово. 5185. А, пароль это от чего? Ах ты, подожди-ка. У нас дверь какая-то. Может быть, мне сюда надо? Нет, здесь из-за него нельзя. 5185. Подожди-ка. 5185. Может быть, я какой-то сейф смогу найти в той комнате? У кого-нибудь там может быть. Я просто не знаю. Подожди. Надо, ребят, разбираться. Я пока вообще ничего не пойму. Я просто впервые в эту игру играю. Поймите меня. Игра действительно в нее впервые. Вот этот вот сейф, смотри-ка. А, это не сейф даже. Это просто какие-то ящички с документами. Ладно. Но какие-то цифры у нас однозначно уже есть. Это меня радует. Но вот только от чего они? Как подсказка-то, они идеальные. Но куда их? Реклама. А, нет. Это не реклама. Это не Бэнкью. Это Бэмкью. Такие дела. Так, ладненько. С этим всем разобрались вроде как. Так, другую сторону. Да, дверь открыли. От чего может быть этот непонятный пароль? Пин-код. Каждый стол, если я проверю, тут можно залезть, да, в очередной раз. Пончики можно покушать, расслабиться. Здесь все не то. Меня не особо радует. Где было только что? Вот, вот, вот. Давай, давай, под стол. Блин. Так тяжело найти то, что мне надо. Вот. Все. Прячемся пока что темно, короче. Пока темно, я вот так вот прячусь. Потому что время от времени становится реально темно очень. Капец страхово, ребята. Я очень долго ищу эту диспетчерскую и включаю свет в помещение. Я реально застрял с каким-то кодом. Фонарь. Не знаю, блин. А что за записки? А, ага, ну да, я красавец. Я вообще ничего не собрал. Может, ко мне кто-то пришел, какой-то скример. Возможно, у меня вообще вот это вот задание без каких-либо скримеров должно быть. Я не знаю. У меня сейчас что-нибудь, ерунда какая-нибудь выпрыгнет. Я, конечно, напугаюсь. А, вот все. Заработало. Когда он вылазит, кстати, освещение получше. Бен Рейли. Ну, здесь вот отмычка нужна какая-то. И, черт возьми, откуда мне ее взять? Тут реально где-то, ну, должен быть же какой-то ключ, не знаю, подсказочка. Может, у меня в самом сейфе что-нибудь есть. Хотя сейф ли у меня вообще есть этот. Не знаю, блин. Тоже пончики у меня, кстати, можно здесь покушать. Ммм, странно. Из всего, что я могу здесь делать, это только залезть к себе под стол. Весело, конечно, да. Так, здесь у нас ничего годного. Нет, надо реально искать то место, куда может хоть как-то подойти пароль. Ну, раз у нас вот этот вот аниматроник здесь, то куда же тут может подойти пароль? Ты же на меня не прыгаешь, да? Здесь какие-то странные звуки, конечно, мне немножко страшно. Может, позвонить надо кому-то по этому номеру? Нет. Так, там есть продолжение. Что там шевелится? Не знаю. Ладно. Может, у меня уже глюки? Это вот записка, может, ее собрать как-то надо? Или что? Это, ладно. Зарядку я уже всю истратил. Я как бы вообще умный. Зарядка просто улетела. Капец. Мне кажется, без ваших подсказок я вообще в этой игре просто нулем буду. Потому что я пока что... Ну, я просто не разбираюсь, ребят. Поймите. Типа, в этой вселенной, так сказать, ФНАФа... Вот это вообще та вселенная аниматроники. Вот откуда они вообще, ребят? Немного меня введите. Ух ты. Какой-то проход есть дальше. Опа. А я даже и не заметил его. Ладно. Диспетчерская. Здрасте. Так. Может быть, никак тут закрыться. Лучше было бы. Никого здесь не будет страшного. Я очень надеюсь. Так. Ой-ой-ой. А-а-а! Ё-моё! Чёрт! Вот гадёныш-то! Чёрт! Вот это было очень жёстко. Опа. Ё-моё! О, вон записка какая-то на стене. Что за псих? Что за следом? Кажется, у меня джавю. Надо бы сходить проверить щиток диспетчерской. Найдите код от диспетчерской и найдите её. Я знаю код от диспетчерской-то уже. Вот в чём тема. Опа. Давай прочитаем. Я сделал Эмми предложение и вообще этот день запомнится на всю жизнь. Это получается 1987 год, июнь. Начало лета, первое число. Первый запуск двигающихся аниматроников. Они даже носят детям пиццу. На всякий случай сделал систему удалённого управления. Вдруг с персонажами что-то произойдёт не так. Увидел на складе запчастей костюм аниматроника из семейного ресторана. Старый. Уже выцвел, но работает. Даже вроде модернизирован немного. На данный момент задача обезопасить жизнь детей. Есть парочка идей. Но думаю, власти откажутся сотрудничать. Хотя попробовать стоит. Начали поступать предложения от других организаций. Тоже хотят мои чертежи с модификациями. Но вынужден им всем отказать. Как никак нельзя нарушать пункты в договоре. Опа. Ну вот понемножку какая-то история здесь у нас и проявляется что ли. Ну ладно, оказывается я просто тупой. И не мог пройти немного дальше по коридору. Потому что я сэкун. Я сэкун и испугался это сделать с самого начала. Так, ну что друзья. На этом наверное первую серию закончим. В принципе пока что игрушка обещает быть очень страшной. Был за сегодня только один скример. Зато какой черт возьми. Я конечно рассчитывал то, что как раз таки в этом моменте что-то будет. И не так сильно конечно испугался. Но все равно дальше будет жестче. Как я понимаю ужасы только начинаются. Я просто боюсь продолжать. У меня поздно. И мне еще спать ложиться. Вы это ролик не знаю. Может быть рано утром как-нибудь там увидите. В 12 может быть днем. Фиг его знает. А мне блин страховенько. Так что наверное оставим это на дальнейшее прохождение. Пишите в комментарии как вам игрушка. Стоит ли ее проходить. Обязательно нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь. С вами был Роман Флоки. Всем удачи. И да. Кстати. Пожалуйста. Напишите. Введите меня вообще в курс. Что тут происходит. Из-за чего все это началось. И что да как. Вот. Ну а теперь всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok